Здравствуйте! Сегодня будем делать маленького поросенка, а может маленькую свинку. Итак, поросенка я делаю впервые, поэтому еще тоже не уверена, получится ли у меня это поросенок, а может что-то другое, но буду стараться. Я делаю вместе с детьми своими, поэтому надеюсь, что каждый ребенок сможет повторить эту работу, если захочет. Крайней мере, будет вам интересно. У меня есть носочек, я взяла розовый, можно взять любого цвета, конечно. И я беру стакан риса. Так, я посмотрю по полноте. Поросята, они же толстенькие, полненькие свинки, да? В общем, я, наверное, еще возьму немножко. Полтора стакана риса. Ну, прямо будем все делать вот так. Полтора стакана риса. Это будет как бы брюшко, да, поросенка. Вот такой красавчик. Поросенок или свиненок. Затем беру свои любимые резиночки. Это очень простая работа. Я не люблю сложности в жизни. Я люблю все делать просто и быстро, потому что, может, дети устают. Детям нравится, когда это все получается буквально за считанные минуты. Так, ну, брюшко, спинка уже готова. Затем будем формировать голову. Ну, для головы я возьму, так, это полстакана риса. Я думаю, можно взять любую крупу, пшеничную. Главное, такой помол должен быть крупный. Так, это нормально для головы, нормально будет? Так, я думаю, что нормально, да? Это будет голова. Так. Или добавить морду, так, чтобы была побольше у свиньи. Нет, больше не надо. Больше не надо, да? Хорошо. Голова больше чем-то. Голова. А, да, так она же свинья, раскормили мы ее. Тут такое дело. Или такую сделаем свинку, которая сидит на диете. Так. Ну, практически все, практически готово. Осталось нос, мордочка, как это называется? Пятачок. Пятачок светленький сделать, черный сделать? Черный. Черный, да? Хорошо. Так, у меня есть такая резиночка, чтобы было красиво. Это красную лучше. Или желтую? Не желтая, не плохо. Желтая лучше? Плохо. Плохо, красную, да? Значит, вот эту резиночку я надену на пуговичку. Это, чтобы было красивее. Так, я должна включить пистолет свой клеевой. Так, вот это вот носяра. Осталось придумать мне что? Глаза. Сейчас нанесу клей. Так. И будем клеить нос. Пятачок. Кажется, что все так просто-просто, но тем не менее, надо же тоже, чтобы было более-менее ровно. Правильно? Так, это снять. Так, нос будто бы есть пятачок. Глаза. Глаза я возьму ее, пуговки есть. Так, светлые. Вот такие можно. Или лучше черные. Черные. Ну, черные. Хорошо. Я никогда не спорю. Никогда. Я всегда соглашаюсь. Ну, зачастую так. Так, соглашаюсь, но делаю по-своему. Характер, конечно, жуткий. Соглашаюсь, но делаю по-своему. В данном случае. Так, глаз за. Глаз один. Приклеила к рукам его. Это один глазок. Так, и там будет второй глаз. Самая сложная процедура – это клей. Так, по-моему, нормально. Все. Осталось, я приклею ухо. Или потом ухо. Начали. Даже не знаю. Ухо. Ухо я буду делать из… У него такие вот тюльпаны. Тюльпаны. Это корочки мандариновые, апельсиновые. Можно два уха? А можно… Нет, конечно, два. Два. А шляпа где будет? Я же еще шляпу хочу сделать. Я же сейчас шляпу хочу сделать. Сейчас попробуем. Шляпа будет из носка. Так, мы вывернем сейчас наизнанку. Изнанка не очень красивая. Это же поросенок. Синятка-то какие. Так, вот это будет шляпа. Можно ее так даже на бочок сделать. Так, ладно, со шляпой мы поработаем еще. Это ухо. Ухо не очень большое будет для такого. У них же маленькие ушки. У них маленькие ушки. А так будет нормально. Или нет? Так, не будет большое, я спрашиваю? По-моему, нет. Все-таки я решила вначале шляпу сделать, а потом ухо приделать. Потому что я боюсь, что оно отлетит. Поэтому шляпу я сейчас натяну. Вот так. Даже, наверное, посажу на клей, чтобы она как-то держалась лучше. Так, ну, в общем, шляпу я как-то уже так вот и взяла. Тут будет ухо. Сейчас я нанесу. Где-то вот в этой части будет ухо, да? Ну, вот острие идет в эту сторону. И ушко маленькое. Красивое? Красивое. Прямо красивое, да? Вот я думаю, второе ухо делать или второе типа... Оно будет как под шляпу. В общем, практически. Все, не надо. Не, второе ухо нет. Не надо второе ухо. Согни. Тут можно еще пуговицы придумать. Или бусинку. Даже не знаю. Ну, в принципе, что-то можно приедеть его. Мне кажется, вот эти пуговицы. И одну бусину хотя бы туда. Хотя бы одну бусину для красоты. Или две. Две. У меня есть две красивые бусины. Я сейчас ему... Поросенок будет. Красавец получился, мне кажется. Немножко это похоже, что не страшно. Вот и все. Поросенок готов. Поросенок снеговик. А чем плохо? Нормально. Каких-то пару минут. И любой ребенок с этой работой справится. Вот такие поросята у меня получились. Два поросенка. Вместо листа, конечно, можно положить носочек, игрушки, конфеты. И будет хороший подарочек. Красивая упаковочка. Всего вам самого доброго. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрели наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.